По заметенному тротуару с тяжелыми сетками. И так каждое утро и каждый день. Пожилые люди из многоэтажек на Московском проспекте и улицы Калинина в Ярославле сильно недовольны. В конце января пешеходный переход через заживленную магистраль закрыли. Там вообще напрямую удобно. Идешь меньше времени и без опаски. Здесь идешь, там поворачивают и вот здесь даже неудобно и очень долго идешь. Камни в огород городских властей летят в основном от пожилых. Пенсионеры говорят, путь от магазина до дома стал длиннее метров на 200. Ровно столько от закрытого до действующего пешеходника. Убеждают, стало опасно. Одна старушка уже погибла. Погибшая уже нарушала правила дорожного движения. Пенсионерка обогнула ограждение и пока Московскому проспекту Горит Красный решила перебежать магистраль. Но не учла, что машины начали двигаться с улицы Калинина. Заместитель директора департамента городского хозяйства рассказывает, что пешеходник просуществовал здесь больше 50 лет. Владимир Бабков хорошо помнит, как в середине 70-х переходил по нему вместе с мамой. Тогда машин было гораздо меньше. Сейчас по магистрали за час проходит около 5000. Люди страдали на перекрестке каждый день. Совместно с ГИБДД и по плану утвержденному мэрией города Ярославля данный пешеходный переход был ликвидирован. И были демонтированы знаки, были зашиты проходы на протяжении пешеходного перехода и демонтированы секции светофорного объекта. Это не единственный закрытый переход на Московском проспекте. По осени зебру убрали на пересечении с другой крупной магистралью проспектом Фрунзе. Местные жители также негодовали, хотя до действующего пешеходника было не так уж и далеко. Решение же было принято для безопасности. Аналогично и с переходом на перекрестке с Калинина. Московский проспект на пересечении с улицы Калинина является местом концентрации ДТП более пяти лет. Госавтоинспекции в целях ликвидации мест концентрации ДТП разработан перечень мероприятий и согласован с собственником уличной дорожной сети, департаментом городского хозяйства в мэрии города Ярославля. Для создания безопасных условий для движения пешеходов, исключения пересечения транспортных и пешеходных потоков в одном цикле светофорного регулирования, собственникам уличной дорожной сети 17 января принято решение о ликвидации пешеходного перехода. В мэрии пояснили, прорабатывались и другие варианты, в частности подземные или надземные переходы. Реализации помешали дома, они слишком близко к магистрали, а также стоимость установки надземного пешеходника обошлась бы городской казне приблизительно в 25-30 миллионов.